Здравствуйте, дорогие друзья! Хотелось бы сегодня поговорить о психологии. Соответственно, по психологии есть такой у нас момент, крайне неприятный, который я сталкиваюсь в лечении со многими пациентами, да, пациентками точнее. Как, соответственно, обращаются по поводу предмета лечения непосредственных каких-либо заболеваний, конечно же, эндокринных, потому что, напомню, кто не знает, я по основной специальности врач-эндокринолог, клиническая психология, это было повышение квалификации, такое вот специфическое, по той причине, что эндокринные процессы, они всегда вызывают психологические расстройства. И наоборот, психологические расстройства вызывают нарушение некоторых эндокринных процессов в той или иной степени. Значит, о чем хотелось бы поговорить? Очень часто люди звонят, говорят, вы знаете, вот у меня есть определенные трудности, я испытываю. Социальные, соответственно, материальные, в отношениях с своими родственниками, считаю, конечно же, что они полные негодяи, а я такая замечательная. Значит, считаю, что, в общем-то, они не правы, я права, еще что-то. Пять-десятое. Считаю, что лечить меня нужно исключительно медитациями и правильным питанием. Только правильное питание знаете, какое мне нужно? Без мяса, без того, без сего. В общем, я вам сейчас расскажу, какое правильное питание нужно мне назначать. Вот так иногда ведется диалог с такими пациентками. И когда начинаешь спрашивать, а, соответственно, ну, как это вы, в общем, себе представляете, вообще на основании чего вы собираете информацию, делаете выводы, где эти источники о лечении, в которых вы подчеркнули те или иные способы, очень часто такие пациентки рассказывают про супертренинги, что есть какой-то евротренинг замечательный, какой-нибудь гениальный женщина тоже, которая не является, конечно же, не врачом, не психологом даже, как правило, не кем-то еще, да. И, соответственно, она является просто открывальцем пятой чакры левой пятки, и поэтому она все знает. Ну, может быть, в лучшем случае она еще и психологом, так вот тоже бывает. И смысл в чем? Смысл в том, что, соответственно, на основании ее выводов нужно исключительно верить в силу мысли, в позитивный настрой, медитировать, молиться Богу «Ура!», делать еще какие-то вещи, и тогда в вашей жизни все будет хорошо. А лечиться у врачей, в принципе, не нужно, потому что это негодяи и шарлатаны полные все. Соответственно, что я могу на этой ноте сказать? Дорогие друзья, пока вы не готовы менять свои убеждения и разговаривать с врачом, исключительно пользуясь научными, научными, то есть, если вы с ним не согласны, пожалуйста, скиньте и на источник, на какой-то нормальный, то есть, это может быть книга по, допустим, акушерству, гинекологии, гастроэнтерологии, эндокринологии, которая является академическим учебником. Это самый правильный способ доказать, что вы здесь правы. Второй способ – это сбросить информацию с сайта ПАПМЕД. ПАПМЕД точно проверен. Это качественный научный журнал медицинский, более-менее с внятной проверкой на статьи. В общем-то, вот вам два способа, которые наиболее, так скажем, проверены. Ну, конечно, НКБ-10 вам в помощь, соответственно, для более продвинутых моих зрителей и так далее. Но при всем при этом не считаются научно-популярные книги и ваши тренинги вообще. И если вы не готовы менять, соответственно, слушать вашего психолога, неважно, настоящего, врача настоящего, да, который не где-то там в Америке что-то открыл, а вам сейчас неизвестный человек это принес, а перед вами здесь сидит врач, разговаривает и объясняет, что как надо кушать, что не надо пить яблочный уксус до тех пор, пока у вас язва не образуется от этих литров яблочного уксуса, не надо лечиться содой, себя вливать в соду и так далее и тому подобное. Да, да. Ну, Сергей Леонидович, там я тоже здесь. В общем, меня понесло уже, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не ходите на тренинги, ходите к настоящим специалистам, к настоящим врачам. Не рекламы радио. Я, соответственно, всегда выделяю врача-психиатра Тетюшкина, например, и его проект Меднаука, соответственно. Вот, пожалуйста, там и врачи молодые представлены, и он является уже таким достаточно взрослым врачом. Вот, соответственно, вот клиника Шурова, да, есть. Пожалуйста, огромное количество подписчиков, суперизвестные врачи, не какие-то там психологи. То есть я вас даже не агитирую ко мне эти. Ну, конечно, если вам интересно, вам нравится мой контент, можете прийти ко мне. Но есть суперпрофессионалы экстракласса, это если вы, ну, непосредственно вот испытываете проблемы, да, психологического, психиатрического спектра, больше, конечно, психиатрического. Но вы должны быть готовы работать с этими людьми. Никто за вас не сделает домашние задания, никто за вас не, да, не откажется от приема запрещенных наркотических средств, к примеру. Если, ну, уже все сделали, чтобы вас вывести с этих состояний и прочее, никто за вас не будет пить медикаментозные средства, если они вам показаны. Каждое утро сами пьем медикаментозные средства самостоятельно. Врач не сможет бегать за вами, да, с таблетницей везде и каждое утро напоминать, как мамочка, да, выпей лекарства, дорогой мой. То есть все это нужно самостоятельно делать, дорогие друзья. Если вам интересно, как и у всех моих коллег, есть у меня онлайн-консультации, соответственно, вам я желаю здоровья и благополучия. С вами был доктор Кравцев. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и да пребудет с вами здоровье. Субтитры сделал DimaTorzok